Иудеи вышли ночью, дружной толпою, пешком, когда была на небе полная луна, но полная луна у нас как дымит полная, после дня весеннего равноденствия. Вот как сохранилась эта память, что 21 марта прошел день весеннего равноденствия, это же Моисей, предводитель народа, получил свыше такие указания, что новую жизнь надо начинать в новом году, а не в старом. Поэтому уйти надо было не до весеннего равноденствия, а после. И правила такие, весеннее равноденствие, дальше наступает полная луна, и в этот день иудеи верующие отмечают этот древнейший праздник, праздник Пасхи. Там, как у христиан, специальное кушание, ну целые многочисленные ритуалы, там нельзя ничего дрощевого. Вот там интересное такое, там все мучное на Пасху, обязательно, чтобы это было приготовлено из бездрощевого теста. Почему бездрощевого? Потому что они шли по пустыне, 40 лет шли по пустыне, когда вышли, ну по легенде. А дрожжей в пустыне взять откуда? Неоткуда. И поэтому обязательно бездрощевая выпечка. То есть выпечка присутствует, но исключительно, чтобы бездрощевая. Но это сейчас не так важно, мне важно, чтобы вы календарь вспомнили. Давайте посмотрим на март месяц. Нынешний месяц, сегодня как раз 31 марта. Как-то все так очень в этом году символично получилось. И что же вы видите? Что полнолуние, полнолуние, оно после, вот у нас 20 марта, весеннее равноденствие. И ближайшее полнолуние как раз, когда происходит? Да, сегодня, в субботу, 31 марта. И поэтому вчера, в ночь на сегодня, иудеи начали праздновать очередной песок. Дальше идет католическая Пасха. Она будет в воскресенье, завтра. Она будет завтра, католическая Пасха. И следом идет православная. Она будет через неделю, 8 апреля. Так вот, коллеги, Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки. Они же создатели канона Басхалии. Они привязали алфавит к датам Пасхи. Вот если вы пролистывали учебник, тут есть таблица с датами Пасхи на много лет. И ключевая буква. Помните вы, как личную долю считали, вы соединяли арифметически ключевую букву с той, с коэффициентом, который у нас получился по дню недели рождения. Это целая система. И эта система, она распределяет буквы по 35 возможным датам Пасхи. Я сейчас про православную именно. Не про католическую, а именно про православную Пасху. Православная Пасха может праздноваться только в промежутке с 4 апреля. Это самая ранняя дата. Самая ранняя. Вот смотрите, католики, у католиков нет этого правила. У католиков Пасха, например, завтра. Завтра какое часу? 1 апреля. Бывает и еще раньше у католиков. Бывает позже. А у православных есть четкий диапазон 35 дней. И в зависимости от того, на какую дату придется Пасха, в зависимости от этого, у нас получается, что мы имеем ту или иную ключевую букву. Так вот, если говорить о нашем современном календаре, то православная Пасха может отмечаться не ранее 4 апреля. То есть 4 апреля уже может она быть. Но раньше этой даты никогда. А дата крайняя для православной Пасхи это 8 мая. Это 8 мая. То есть с 4 апреля по 8 мая включительно. Это ровно 35 дней. И в зависимости от того, на какую дату выпадает в этом году Пасха, тут и берется ключевая буква. А букв, вы помните, изначально в Азбуке меньше было, чем сейчас. Или больше, значительно больше. Эти буквы все поубирали. Йо добавили. Йо не было. А было намного больше букв Кирилла и Неподия. Так вот, коллеги, Пасха православная у славян, которая, она мигрирует вот в этом диапазоне. 8 мая, самая поздняя Пасха. И было правило такое у славян, оно веками проверено, что климатическое правило. Это четко, это вам бы рассказали, если бы вы могли пообщаться с людьми, жившими до революции, они бы вам полностью это подтвердили. Правило следующее, что чем более ранняя Пасха, вот эти 35 дней дается с 4 апреля по 8 мая, а она год от года, она в этом диапазоне мигрирует. Там очень сложная закономерность. Эту закономерность вывели Кирилл и Неподий. И буквы подвязали. Теперь поняли или нет, что тут такой удивительный симбиоз с одной стороны церковности, а с другой стороны буквы и еще и астрология. Сама закономерность очень сложная. Что я имею ввиду? Ну вот, например, в этом году Пасха 4 апреля. В следующем 5 апреля. Или она в мае может быть? А потом 100 апреля. Она вот так вот, ну то есть если взять года и даты просмотреть, там страшная сигзагообразность. Ну то есть год от года на какую дату приходится Пасха. Это как раз и зависит от того, чей круг, в смысле круг Луны и круг Солнца. У нас же круги, помните, вот эти вот? Здесь я все-все таблицы разместил. Поэтому у вас у всех есть учебник, и вы все это можете прямо вживую увидеть. Прямо увидеть вживую. Так вот я хочу, в частности, В частности, вот закономерность, чем раньше Пасха, то есть чем ближе к 4 апреля, ранее не бывает, это максимально рано, тем более рано наступает весна и тепло. Чем более позднее Пасха, никто не слышал такую закономерность? Ну, понятное дело, атеистическое общество. Да, чем более бабушка говорила, вот, а я дедушка и тоже вам это сообщаю. Чем ближе бабушки с дедушками они все знают. Чем позже Пасха, туда к 8 мая, тем холоднее и тем более поздняя весна. Так вот сейчас мы видим с вами что-то интересное и жутковатое. В этом году дата Пасхи 8 апреля. Вопрос, это раннее или позднее? Коллеги, это как позднее? 8 апреля. Это не просто раннее, это очень раннее, потому что самое раннее, 4 апреля, а это всего 4 дня. Так, я сейчас к этому и веду разговор. Ранняя Пасха плюс, напомните мне, чей год начался с точки зрения 7-летнего цикла? Венеры. Мы погоду подробно, может быть, с вами и не изучали, но там тоже свои закономерности. Ну, чей год приходит и какой год будет теплый или холодный, или там средний? Венера относится к категории теплых лет, потому что Венера планета тепла. Что получается? Год Венеры уже пришел. Пришел уже 20 марта пришел, а сегодня 31-я. Давно уже Венера пришла. Дальше. Пасха раннее. А у нас минус 10. Сегодня ночью снегопад. Зима продолжается по полной программе. Эти куклобы и кучи не тают. Спрашивается. По всем признакам, сейчас уже мы должны вообще ходить в легких курточках, потому что ранняя Пасха, год Венеры. Что случилось? А случилось то, коллеги, что иногда вот эти вот регулярные закономерности, они нарушаются форс-мажорными обстоятельствами. И то, почему сейчас так, а должно быть теплее намного, это связано с режимом, который включает Сатурн. Поскольку мы все дети Сатурна, мы живем на сатурнианской земле, это по западной астрологии, Сатурн включает режим, который называется турбозима. Сатурн включает режим турбозима, когда с неба в четыре трубы дует холодом, сыплет снегом. Когда он его включает? Он его включает каждый раз, когда обостряется международная обстановка. Это его фирменная. Так было в 19 веке, когда в Россию вторглись наполеоновские войска, французы. И Сатурн дал холодные зимы, ну, чтобы врага, как следует, да, поморозить, чтобы он побыстрее убежал из этой холодной страны. Что вы думаете? 41-й год, через 100 лет, когда сюда вторглись уже немецкие войска, Сатурн снова включил турборежим, и зима 1941-го, об этом можно по многих источниках прочитать, об этом в фильмах документальных и художественных рассказывают нам о тех годах, стояли лютые зимы. Не просто холодные, а лютые. Кстати, от них страдали и наши. Но нельзя же зиму избирательно немцев морозить, а своих нет. Да, наши от этого страдали так же, как и немцы, от лютых зим. Но это турбозима. Сейчас закономерности Пасхи и Венеры нарушены. А это означает, что Сатурн снова увидел неприятные моменты. Эти неприятные моменты, это тот дипломатический скандал, который происходит на ваших глазах, когда уже 23 страны, если я не ошибаюсь, если не больше, отозвали своих послов. Конечно, никто к нам не вторгся, но Сатурн увидел, что Россия снова попадает в международную изоляцию. И Сатурн включил наперекор Пасхи, наперекор году Венеры, что сейчас тепло давно должно быть уже, завтра 1 апреля, и мы в шубах продолжаем на лыжах. Да. Сатурн включил режим турбозима. Турбозима. Поэтому, коллеги, пока тенденции к потеплению не видно, а это значит, что международная обстановка, увы, в ближайшее время будет что делать? Продолжать накаляться. Да. То есть, это не то, что завтра быстренько все вернут послом, все это вот, как имилируется. Да. Наши высылают в ответку. Мы высылаем в ответку. Здесь как бы, правильно, коллеги, но ситуация не хороша. Поэтому весна никак не может наступить. Зима бесконечно продолжается. Ну вот я хотел вам, пользуясь случаем, как раз об этом рассказать. А сейчас, сейчас...